Уважаемые любители моих небольших рассказок про фотографию, сегодня у нас будет такой сравнительный обзор. Дело в том, что вышла лейка SL3 и мне, конечно, закряхтелось ее попробовать. Ну и посмотреть, что она из себя представляет, тем более у нее большая матрица, в два раза больше, чем в предыдущей модели. Вот стоит SL3, а вот SL2S, который я честно проработал несколько лет, снимая и видеоролики, фотографии. Могу сказать, что претензий у меня к этой камере практически нет. Она в идеальном состоянии и прекрасно, так сказать, удовлетворяет всем моим иногда довольно спорным желаниям. Но, тем не менее, все, так сказать, имеет начало и конец, и поэтому я использовал эту камеру долго и успешно. У меня к ней три объектива, зума, которые перекрывают весь диапазон, необходимый для видеосъемки. Все это лейцевские объективы, о нем я недавно рассказал. Ну вот, пришло время сравнить ее с новым изделием, которое у меня находится на тестировании. Как видите, разница невелика. На лейке SL3 надпись беленькая. Ну, она чуть-чуть по-другому расположена функцией управления. Там не право на лево, суть не меняется от этого. Ну и выключатель там кнопочный такой, не рычажок. Я, конечно, предпочитаю рычажки, чтобы четко фиксировать события. Ну, здесь уже вопросы к инженерам лейке. Я начал тестировать эти камеры с того, что по дороге в Рязань сделал несколько кадров. Ну вот, вы видите обычные придорожные кусты и деревья. Ничего интересного. Сделаны с одной и той же точки, одним и тем же объективом с выдержкой. Кстати, использовал объективы два. Два широкоугольника, средний, который кончает 90 мм. И тот, который кончается с 35 мм. То есть, ну, два объектива, которые я менял, они удобно подходят. Это L серия. Ну, вот вы видите картинку. Картинка крупная, одна и вторая. Вы видите, что сделанная лейкой старой, то есть SL2S, картинка отличается, я более насыщенными цветами и более четким цветовым контрастом. Посмотрев поближе, вы увидите, что у нее как-то немного увеличены желтые цвета и немножко перевраны тени. Чуть-чуть. Почему я уверен об этом говорю? Потому что параллельно с тестированием камня я использовал светоанализатора, который я многократно говорил, который дополняет наше знание, о том объекте, который мы снимаем. Дальше посмотрите на запруду под киржачом. Вот, пожалуйста, SL2S опять усиливает цвета. То есть, там не было такого цвета. Цвет был скромнее намного, но камера компенсирует программно. То есть, усиливает недостаточно яркие и насыщает блеклые цвета. Ну вот, река и дерево в Карабаново. Тоже сложный достаточно кадр. Посмотрите. Там и дерево закрывает церковь. Там смесь такая сложная, геометрическая. Тем не менее, то есть, SL3 точно передает все цветовые особенности. А SL2S немножко их усиливает. Некий такой японская отдушинка. Вот эти все камеры. Почему я не люблю японских производителей? Потому что они не очень понимают, что большинству профессионалов требуется просто точная передача цвета. Не надо делать из цветоцифровой фотографии аналоговую пленку кода, когда все американцы должны были ходить с оранжевыми рожами, с платежеспособными, несмотря на то, что это было не совсем так. Ну вот. То есть, иначе говоря, при съемке SL3 небо становится реальным. То есть, таким слегка белесоватым. Вот вы видите на картинке на пруду, в том же самом, на Карабаново. Там не такое сочное и насыщенное, как у таких пижонских камер, которые дорисовывают то, чего не было или слабо выражено в кадре. Ну и в Карабаново, вот, смотри, техника светлых тонов. Это клуб снят. Он свеже покрасочен белой красочкой. Все хорошо. Кстати говоря, обе камеры передали это практически одинаково. Единственная разница – это в разрешении. Ну, SL3, конечно, более разрешающая камера. Но вот техника белых тонов соблюдена, и здесь все очень хорошо. А вот небольшая картинка, тоже придорожная. Желтыми листьями, с деревьями и все остальное. И увеличенный кадр, посмотрите. Посмотрите градацию оттенков, которые передает камера SL3. Конечно, здесь оттенков желтого огромное количество. Особое внимание на зеленое. Вы видите, зелень передает очень точно. То есть, камера совершенно явно, налейцы поработали и добились того, чтобы цвета передавались максимально приближенно к оригиналу. Ну, и, конечно, я полез в темень. В светлых тонах, если они работают, очень похоже. То что же в темноте? Это такое болезненное дело, которое при тестировании очень много значит. Ну, я пошел для начала в лес, в глухом лесу. Значит, там у меня 6400 ISO. Ну, посмотрите, у SL3 в глухом лесу, то есть, когда у нас света немного, контраст оказался лучше, чем у SL2S. Ну, вот, посмотрите, лесо-дерево, лесо-корни, еще корни. Значит, крупненько посмотрите на елочку и мох. То есть, что получается? У нас получается так, что лейка SL3 работает немного получше по цветам в тенях, то есть, в темноте. И контраст там повышается. То есть, явно, что программа прошита совершенно по-разному. Это чувствуется по дороге на Александров, на фотографии стока запруды. То есть, когда там много деревьев, хорошая влажная почва, и видно, что цвета лейка SL3 не усиливает, они передаются так, как есть. Отсюда такая мягкая, проработанная, тонкая картинка. Ну, и самый болезненный вопрос – это высочайшие контрасты. Для этого я взял вышку высоковольтную, сфотографировал, с одной и той же точки, одним объективом, на одной яфрагме. Как видите, разница поразительная. SL2S дорисовала темный лес, который, на самом деле, даже визуально проваливается. А SL3 передала картинку такой, какая она есть на самом деле. И цвет анализатор, который я применил при этом, подтверждает этот результат. Так что, имейте в виду, что если вам хочется такую хипстерскую картинку, такая весёлая, разлюли малина, и чтобы всё сразу получалось, и ни о чём не думать, но это самое главное, как вы понимаете, чтобы голова не работала никогда, тогда лучше, конечно, сильно подешевевшую лейку SL2S. Она с этим отлично справляется. То есть у неё программа, которая дорисовывает цвета, которых не хватает. Советую ей воспользоваться. Это действительно для этих целей хорошо. Не надо ни с чем возиться, никакие фильтры применять, ни голову ломать. Всё там запустил. А SL3 может это делать? Да, конечно. Для этого нужно выставить особые параметры или скачать программку с плёнками, которая будет имитировать то или иное безобразие, так любезное вашему сердцу. Ну, и, конечно, надо глянуть на мир. У мира работают, на мирах работают они по цвету практически одинаково. Я бы сказал, что лейка SL3 чуть-чуть получше, но это придирки извращенца, как вы понимаете, фотографического. Но цветоанализатор показывает, что она процентов на 5, на 10 поточнее, чем SL2S. Ну, вот так. Так что цвет, в общем, у нас в почёте в лейке SL3. Ну, и покрупнее мира, сами видите. Разрешение, конечно, у него получше. Ну, от зумов чего ждать. То есть ждать сверхвысокого разрешения не получится. Конечно. Это надо понимать. Для этого надо использовать фиксы лейцевские. Тогда у вас будет идеальная картинка и по разрешению, поскольку они вполне раскрывают разрешение таких больших и качественных матриц. Используйте фиксы. Ну, я тоже фиксы кое-как попробовал. Но специально для того, чтобы меня не обвинили в бесконечном пристрастном отношении к продукции фирмы лейцев, я использовал сигмовских два объектива, даже три. 105, 35, 35 дырка 1 на 4, 35 дырка 2 и 105, который макрушник. Хорошие очень объективы. Кстати, они качественно сделаны фиксы. То есть, а фиксы, они сопоставимы зумами. Лейцы, правда, там немножко они гуляют по цвету, поскольку у Лейцы есть фирменные системы просветления, которые делают их объективы, так сказать, мало сравнимыми с изделиями других фирм. Но, тем не менее, посмотрите. Вот козы, снятые объективом 35 мм. Это они застыли в ожидании закуски. Или, наоборот, переели. Не знаю, что у них там в головах, но не жевали они явно. Две козы и такой ландшафт красивый. Это в моем любимом месте, где покупаю сыр. Сергиево заводь, куда все желающие могут съездить за настоящим сыром. В чем дело-то? Там сыр делают из свежего молока. Не как лягушатники или голые ландцы. Они делают из свежего, то есть, несушеного молока. Поэтому сыр, сделанный на тех же заквасках, привезенных из Франции, Сергеем Николаевичем Трушиным, он замечательный. Потому что на живом молоке из него получается сыр на порядок лучше. Сравнивать, я пробовал сыр самых разных производителей, наших и зарубежных, и там, и сям. Могу сказать, сравнивать не с чем. Да, цена не дешевая кусается, но зато это настоящий сыр, от которого ваша кишка споет вам интернационал. От радости, а не от горя. Так вот, посмотрите на коз покрупнее. Вот козы объективом 105, и вот выкадровка. Как видите, очень картинки похожи, но по разрешению немножко отличаются. Но это все открывается при съемке не с рук. Надо со штатива 60-мегапиксельные матрицы, они требовательны к стабилизации. А я стабилизаторы, как правило, не использую никакие. Ну вот. А теперь другая картинка. Опять объективом 105-мм, сигмовским. Козы вместо козлов используем теперь петушков, тем более железных. Вот прекрасный ландшафт, как видите, он почти не отличается. Накрапывал дождик, в общем, погода дрянь. Но тем не менее, посмотрите увеличенный фрагмент этого домика с петушком. Обратите внимание, что лейка SL3 отлично работает в тенях. Бревнышки с правой стороны, они лучше просматриваются. А лейка SL2S дает картинку цветную. Опять-таки, усилена зелень, усилена желтизна, усилена краснота. То есть, лейка SL3 дает абсолютно точную картинку, которая прекрасно воспроизводит ситуацию, которая была, и ничего не усиливает. Как? Есть. Для профессионалов это очень важно, потому что, когда инженеры вмешиваются в создание изображения, это кончается всегда очень плохо. К сожалению, они не художники. Поэтому вы должны полностью управлять как цветом, так и контрастом изображения. У лейки SL3 цвет точен, а способность передавать тени намного выше. Ну, потренировавшись на, так сказать, домики с петушком в Сергиевой Заводе. Давайте передвинемся в город-герой, Москву. Я, естественно, не удержался. Взял объектив 35 мм и на открытой дырочке, на двоечке, поснимал ночную Москву. Ну, начал я с небольшой пивной ресторана Вильям Басс. Ну, как видите, здесь всё более-менее похоже, хотя картинка чуть-чуть отличается по цветам. Это замечательный ресторан. Он играл большую роль в моей всякой деятельности, потому что очень часто появляются какие-то странные люди, которые хотят заняться финансированием науки. Они не понимают, что их дом в Ницце вместе с прислугой и годовым содержанием стоит как обеспечение небольшой биохимической лаборатории для очень скромных задач. Наука – это дорогое дело. И оно не по силам очень многим олигархам. Но и тем не менее, особенно когда появляются толпы этих пархендеев, которые обещают горы золотые, не зная, чего украсть, таких тоже полно. Слезать в какую-нибудь идею, а потом его платить на стороне и, так сказать, желательно, не дав в науку даже капустного листочка. Таких очень много. И до сих пор они появляются. При этом сами раскатывают на роскошных машинах, но слезав что-нибудь, у тебя исчезают навсегда. Этого много. Это обычная биологическая жизнь. Не надо предъявлять претензии к миру приматов. Но этот ресторан очень хорошо использовать, потому что, когда к вам появляется такой сомнительной личности, ты его назначаешь ему встречу в таком ресторане, и, посмотрев в меню, обычно он заказывает минеральную воду и быстро убегает. Потому что ему становится понятно, что обмануть не удастся, платить придется, и дешевой науки не бывает. В общем, это такой ресторан является защитой от пархендеев и дураков. А вот намного интереснее дом Пашкова, то есть библиотека имени Ленина, который теперь. Дело в том, что дом Пашкова там сложное освещение, там по знаменке тоже там и свет, и такой световой салат. Все непонятно. Вот посмотрите, укрупненный кусочек. На укрупненном кусочке видно, при сравнении, что Лейко СЛ-2С в тенях, именно в тенях, дает лучше и точнее цветопередачу, передает детали, это понятно, из-за разрешения. Так что матрицу, конечно, явно обработали как надо, в том смысле, что с нее умеют снимать сигнал, очень здорово, потому что про матрицу мы все знаем, это отдельный разговор. А вот сигнал умеют на Лейце снимать, научились, и эта матрица показывает, что она работает лучше, чем матрица с низким разрешением. То есть 25 мегапикселей после против 60, но если это новая матрица, не тянут. Цвет лучше передается на матрице прогрессивной модели СЛ-3. И на доме Пашкова это очень хорошо и ясно видно на укрупненных картинках. Ну и под занавес, пожалуйста, детский мир, он такой веселенький, он почти новогодний. Я не удержался, конечно, и сделал кадры одной и второй камерой. Да, передают хорошо, но та же самая история. В глубоких тенях Лейка СЛ-3 работает лучше. Так что эти все сказки о том, что камеры с маленьким разрешением передают цвета лучше, являются ну как бы наблюдениями неопытного человека. Обычно слаборазрешающие матрицы делают у старых камер, у которых цвет досчитывается принудительно специальными программами. Ну и хипстерам кажется, что ну да, явно лучше. Нет, не лучше. Детальный анализ сравнения с работой цветоанализатора показывает, что у современной камеры, в крайнем случае Лейка СЛ-3, это дело происходит намного точнее. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. Могу что порекомендовать заканчивающуюся книжку портрет искусства фотографии и уже, по-моему, закончившуюся формат искусства фотографии. Там остались какие-то единичные коробки и не все там книжки в идеальном состоянии, но пока еще купить можно. Я как раз уже готовлю новую обложку. Она будет почти такая, но только с другим контуром, не на черном, а быстрее всего на белом фоне. Ну и о портретах уж как получится, потому что издания очень дорогие и просто так выпускать книжки, чтобы они лежали на складе довольно издательство тяжело. Особенно в это время, когда подорожала и бумага, и краски, и обслуживание дорогих зарубежных машин, на которых эти полноцветные книжки печатают. Прощаясь, могу сказать, что да, я оставлю себе камеру Leica SL3, придется, кроме самой SL2S, расстаться еще с несколькими объективами, ну, потому что ценовая разница очень велика, но зато бушная SL2S даст кому-то возможность получить райское наслаждение. Я всячески за. Мне нравится, когда люди получают удовольствие от занятий настоящим искусством, даже если никаким другим они не владеют. Фотография дает такую возможность. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok